всем привет давно ничего не рассказывал так вот пришло время ну не так чтобы что-то принципиально новое произошло но думаю что чего-нибудь такое всего понемножку я расскажу и кому интересно будет интересно в общем четыре месяца я уже отработал на своей новой работе можно сказать влился можно сказать достаточно неплохо даже даже меня уже не трогают меня правда перед перенесли наверх там в комарку где меня никто не видит но может быть и к лучшему раньше в проходе там такая проходная комната была и все мимо проходили и смотреть что там делаю кто такой сейчас как-то как-то так с краешку там я еще один инженер еще один в общем там вот несколько человек каждый у себя сидит и и здорово вот и что самое главное меня вообще не дергают то есть как бы вот я сижу в своем темпе чем-то занимаюсь могу втыкать где-то в интернете читать на каком-то форуме что-то если я посчитаю что мне это нужно для того чтобы сделать то что нужно сделать я буду читать день два три неделю и никто мне ничего не скажет вот то есть как бы такой вот относительный карт-бланш у меня на свое время вот но достаточно чтобы я периодически показывал чего я где я продвинулся что я сделал что есть прогресс что не зря сижу и мне нравится вот такой вот такой вот такая постановка задачи вот частности сначала у меня была задача разработать вот на этих модулях esp32 а собственно модули подключения к телеграму передачи там по их протоколу всяких данных ответа на данные по определенным признакам я должен был отлавливать то что данные обращены ко мне и должен был соответствующим образом на них отвечать и так далее два месяца у меня заняло вообще втянуться в эту среду и уже начали на косо смотреть я рассказывал потому что не было прогресса никакого то есть я что-то делал но наглючила работал плохо вот и потом когда я уже начал ковыряться буквально в этих библиотеках внутри к ручками их ковырять и там эти модули в общем несколько сред освоил и потом все это вместе собралось и уже конечный проект который уже везде где нужно сам допилил он заработал хорошо то есть гладенько быстро без затыков без глюков все идеально и уже как-то 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 отношение поменялось вот а потом дальше больше уже следующее задание было значит по протоколу собирать данные в пакеты и потом отправить все это большим пакетом в чат этого телеграма большой такой строкой до 250 символов и больше и она все прекрасно получилось то есть собираются данные отсылаются все шикарно и на последнем этапе нужно было отсылать уже сформировать файл текстовый который был наполнен этими данными к сожалению готового такого проекта я не нашел в библиотеке где такая функция была в принципе прописана она еще не было допилен до конца то есть это было только в таком предварительном виде то есть там были функции примера для того чтобы переслать картинки а вот для текстового файла не было и мне пришлось научиться как эту библиотеку значит скачать локально на компьютере и подкорректировать локальные подгрузить вот чтобы это все от компилировать в итоге эту функцию добавил как бы со стороны и она заработала сейчас уже файлы пересылаются формируются все классно то есть приходят чат эта система видит распознает все шикарно вот и сейчас уже не дали следующее задание я должен научиться значит строить веб-интерфейс чтобы этот модуль сам создал точку доступа и можно было зайти на нее с компьютера и там можно было прописать всякие данные сохранить потом она переключится в режим уже собственно вот подключиться к другой точке которая существует и уже к интернету выйдет в него подцепиться к этому телеграмму в общем интересно интересно и мне это очень полезно в частности сейчас я перехожу ко второй части своего монолога собственно я продолжаю заниматься искусственным интеллектом более того я не просто им занимаюсь я испытываю от этого огромное удовольствие так как это придает моей достаточно скудной жизни так сказать какой-то смысл причем не просто какой-то смысл такой высокий быть причастным к собственно к развитию нашего вида в какой-то степени но это смешно на самом деле это так а вот это это круто то есть не просто как-то жалко какие-то жалкие попытки с познакомиться с какой-то мадамой как это раньше было и какие-то разочарования и и когда вся жизнь крутится вокруг вот этих вот каких-то мелких этих вот вещей как заработать не две копейки а три и как кого-то найти и как получше квартиру снять это настолько убого настолько это все вводит просто в какой-то теряется смысл теряется направление и жить становится как-то непонятно а когда появляется такая цель и и более того путь к этой цели он становится абсолютно или не так кажется очень таким однозначным и понятным и этап за этапом я к этой цели иду и испытываю просто просто какой-то я не знаю как это назвать но в общем очень большой кайф от от того что я каждый раз к этой цели еще на маленький шажок приближаюсь в частности что я сделал сейчас я уже рассказывал что на первом этапе у меня был первый этап первый этап первая часть первого этапа была закончена и работала достаточно медленно вот я показывал как это работает в чате сейчас благодаря тому что на работе я изучил лучше собственно вот метод работы с этим модулем я переработал тот способ которым он подключается к телеграмму сейчас отработать намного быстрее сейчас покажу вот я открываю программку так вот и нажимаю например старт раз это просто такая вот чай процедура для запоминания новых слов скажем так вот видите фразу здесь я могу ввести любое слово для того чтобы обучить собственно моего так мое создание этому слову какое слово выберем например стоп стол стул он знает и стакан до стакан от не взять на существительное то может быть любое слово это просто что пришло мне голову вот насколько быстро он ответил не знаю что такое стакан какой части речь является социза 1 это не существительное дальше об вот мужского рода да он единичка раз об все очень быстро срабатывает отличие то что было раньше вот и вот такой вот первое покажите примера к примеру да то есть раз сейчас на 10 примеров выдаст так вот раз и видите слово в этой форме я пишу стакан раз и сейчас во всех формах я должен буду ввести об быстро быстро примеры это значит у нас уже множественное число социза стакан и стакан и ну и так далее вот следующая форма это нет кого соответственно стакана стаканов и так далее и так по всем формам он соответствующих местах все это запомнит запомнит и следующий раз уже будет знать это слово всех его формах вот работает быстро я доволен возвращаемся к нашим баранам так вот зачем они у меня сейчас две две схемы я сегодня сделал вторую все это для того чтобы наполнение новыми словами передать третьему лицу у меня есть приятель в харькове парень который уже много раз приезжал в израиль и он никак в израиле не мог найти работу у него заканчивались деньги он уезжал обратно и сейчас так получилось что он последний раз уехал и там началась война вот и несмотря на то что он израильтянин выехать оттуда он не может потому что он ну еще как бы призывного возраста там до пенсии призывного возраста собственно жители и так как у него двойное гражданство то как гражданин украины выехать он не имеет права поэтому он живет в как его там бомбят он выходит из подъезда у него там трупы лежат по домам в общем он рассказывает это все нелицеприятно но чем я могу сделать единственное что могу сделать как-то ему помочь собственно вот предложить ему такую работу на дому он будет со своего телефона мне заполнять вот эти вот слова как я только что показал таким способом ну и там я не знаю сколько сколько платить за слова но пол шекель шекель и думают как-то так слова чтобы во всех формах заполнить ну как то так поэтому я вот один модуль поставлю он будет все время подключен и все время этот парень сможет с ним работать и я буду видеть по факту сколько новых слов он не добавил и как то как то с ним не знаю а вот я разберусь а со вторым я буду работать и улучшать программу теперь идем дальше зачем это все нужно и какой к чему я иду помимо слов слова эти давно я уже это сделал сейчас у меня уже давно есть механизм для разложения фраз на структуры все это уже тоже отработано причем настолько хорошо это все получилось что фраза может быть практически любой длины и с любым количеством интеракции то есть вот есть такой мультик например армянский армян на мультфильм вот там блоха который перри там переглывал через море там и та-та-та-та-та-та-та ну или такой мультик как например такая сказка дом который построил джек там и очень много вложенных интеракции собственно говоря вот фраз во фразы еще раз во фразы еще раз во фразы такие как как вложенные циклы вот так вот мой принцип позволит любой фразу любой сложности разложить она на отдельные составляющие анализировать и в общем-то уложить структуру так что можно будет понять сразу о чем идет речь и в общем то там где даже человек запутается я не запутаюсь моя собственно мой алгоритм он все это корректно поймет вот это здорово и в каком-то на каком-то этапе я уже думаю что смогу описать полностью словарь но казалось бы что за диво да сейчас кто-то кто-то к ней делать слова а вот электронные но в отличие от тех словарей которые есть это словарь будет понимать все как человека даже лучше то есть он будет понимать даже даже те тона с которыми про произнесены и не говорю о контекстах контекст это само собой ну в общем можно будет настроиться на собеседника для того чтобы перевед перевод нес максимально максимальное количество информации из из исходного исходной фразы то есть не только буквальный или не буквальный перевод слов но этот тон тут я не знаю как это как вот сейчас объяснить но знаете что есть официальный тон есть небрежный есть уважительно есть там масса вариантов как можно сказать но и ту же мысль так вот в отличие от обычных словарей я думаю в моем случае я смогу дать полный наиболее правильный перевод даже не близкий к человеческому а еще лучший чем сможет дать человек вот и это уже будет скоро я так думаю ну тут в общем то вопрос наполнения опять же но сам механизм в принципе я знаю как его реализовать и уже по большей части его реализовал вот к чему это пойдет дальше ну в общем дальше больше посмотрим пока что времени у меня очень мало на этом но я стараюсь его использовать максимально эффективно для того чтобы видеть результат так как я от этого результаты испытываю очень большое ослаждение удовольствие от от продвижения так сказать не только от продвижения но от того что я получаю то что я от от фидбэка которое я получаю от своей а своего детище скажем так вот это первая часть а вторая часть надо же чем-то рассказать собственно не только это да кстати по поводу работы я не дорассказал сколько не платят то есть такое в общем на работу я должен приезжать в девять часов утра по идее восемь но как бы в 9 так езжу далеко соответственно должен находиться там до 6 часов вечера но получается так что я приезжаю туда в 10 они в 9 вот сижу там где до 6 26 30 пока не выгонят пока все не начнут все уходить то есть получается меньше часов как надо на той работе у меня было меньше но не настолько но все на меньше и тем не менее получается вполне себе неплохая зарплата вот у меня два тлуша последних на руках сейчас я покажу не буду показывать собственно вот саму компанию чтобы она не попала мне тут так вот тушь значит 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 вот так получилось значит зарплата 82 40 в час вот здесь вот зарплата получилось 14 483 580 это у нас поездки и 103 шекеря сверхурочные видимо в какой-то день получился больше там не знаю сколько 23 часов вот ну и в итоге по факту получилось вот так в том месяце вот во втором месяце получилось ну что-то похоже так это у нас вот 13 843 504 это поездки и 116 дополнительный час там опять вылез где-то и и получилось в итоге вот так вот я знаю сейчас праздники были никаких подарков нам не дали праздничные праздничные дни нам не оплатили но как я понял это вполне себе по закону то есть пессах оплачивается по закону только первый последний день они в этом году выпали на выходные поэтому в принципе как бы нормально вот в сам праздник нам сказали пожалуйста можете работать будет получить зарплату можете не работать не будете получить зарплату я на работу завтра поеду потому что но грех не поехать во первых зачем мне дома сидеть если я теряю деньги смысл а во вторых это будет очень классное такое время когда практически никого не будет на дорогах не будет пробок я буду приедет на работу на работе почти никого не будет то есть это просто по кайфу приехать уехать вот вот такая вот история с работой но так вот о чем еще хотел рассказать рассказать я хотел вот о чем а здесь начнется философия поэтому кому не интересно можете уже выключить в общем такое в нашей жизни при решении любой задачи есть два пути первый путь ассоциативный второй путь структурный вот этого нигде на не найдете это мои собственно выводы такие но я думаю недостаточно интересно стоит того чтобы о них рассказать и и и они вам помогут собственно вот я так думаю вот возьмем любую задачу вообще 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 неважно какую задачу умножить два числа до 6 и 6 сколько 36 вы считали что это 36 нету не читали у вас возникла сразу же ассоциативная связь то есть 6 и 6 и сразу поднимается в памяти вот эта ассоциация вы выдаете готовый ответ но если вам дать какие-то числа которые вы скажем так не можете найти ассоциации с ними там 14 умножить на на 5 например да вы начнете как-то в уме их пытаться перемножить но опять же скорее всего это тоже подтянет у вас какие-то ассоциативные связи и вместо того чтобы пытаться там вот буквально посчитать то есть взять 5 раз 14 или 14 раз пятерку вы попытаетесь умножить десятку на пятерку то есть вы попытаетесь найти как-то упростить себе путь и найти какие-то ассоциации которые вам помогут с меньшими затратами энергии решить эту задачу вот это пример любая задача практически любая может решаться вот этими двумя методами и не только задача все наше мышление мышление все наше мышление оно как правило ну подавляющего большинства людей решается происходит ассоциативно и в этом наша проблема в частности из-за этого работает пропаганда вот сейчас в россии практически практически всем людям там промывают мозги и все считают что вот 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 так правильно они не понимают вот они просто в упор не видят что им брут вот почему потому что у них срабатывают ассоциации с тем что они услышали с тем что они слышали там 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 и все одно тянет за другое и собственно вот у них появляется ответ задачу свою они решили с помощью ассоциаций задачу по поиску какого-то ответа все в голове на какой-то вопрос и их мнение соответственно формируется за счет этих ассоциаций вот на самом деле это все куда глубже чем чем вот просто какая-то там это пример из математики или пропаганда все намного глубже практически всегда решение задачи можно решить просто то есть в лоб то есть вот если что-то например там не знаю металл разоржевел в машине до взяли по краску и покрасили ну это ассоциация ассоциативно то есть как бы вот ну ржавая значит надо покрасить чтобы не было жало вот решение простое решение которое только усугубляет проблему она ее замазывает а изнутри продолжается процессы и все в общем то другое решение более сложное и более правильное это понятие природу вот этого явления допустим тоже ржавчина то то есть почему это происходит понять природу на на уровне молекул и и соответственно принять более правильное решение то есть найти какой-то антидот какое-то химическое соединение которое прекратит этот процесс в принципе а то и вернет его вспять и таким образом мы затратим естественно больше энергии мы получим правильный результат правильно который решит эту проблему то же самое с примером с числами то есть если мы не найдем ассоциации для того чтобы перемножить два числа нам придется так или иначе перейти к к структуре к тому как в принципе перемножаются числа и уже с помощью собственно математики перемножить их и тогда уже не будет знать иметь значение есть у нас ассоциации или нет мы решаем эту задачу на ее самом низком уровне собственно находим самое правильное решение вот и и соответственно все наше мышление как я уже сказал так как наше мышление это поиск ассоциаций для того чтобы найти решение на на проблему как правило наше решение не оптимально не идеально она шаблонно если же мы хотим создать то чего не было если мы хотим найти решение более правильно решение которое которое изменит ростановку силы изменит все нам нужно влезть собственно говоря вот в сам сам процесс которым идет речь в самую его глубокую часть собственно вот вот если это приведу другой пример человек с кучей болезней которые есть у всех на неважно каких болезней каким образом эти болезни решаются ну если человек простыл на то есть то у нас естественно ассоциации с малиновым вареньем с медом с чаем и если такое тепло то 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 но на самом деле тут может быть совершенно все что угодно то есть в каких-то случаях это сработает а какие-то случаях если это например коронавирус симптомы те же самые мы напоим человека медом и и выложим а на завтра он умрет от недостатка кислорода потому что у него легкие отказали из-за края из этого коронавируса но это такой пример просто вот с потолка вот поэтому ассоциативное лечение современное собственно на какие-то симптомы отвечать какими-то методами это работает в ряде случаев по большей большинстве случаев наверное но более правильным решением было бы эмулировать полностью например же работу человеческого организма вот полностью воссоздать компьютер во всех его клетках и скажем так все не просто все симптомы а собственно вот вот чтобы этот компьютер все 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 данные по человеку и можно собрать сопоставил собственно с его моделью которая в компьютере то и потом вылезет абсолютно точно что и где функционирует неправильно и можно будет теоретически объясняет это для того чтобы привести пример второго подхода в мышлении если можно будет модифицировать вот именно первый источник проблемы тогда вся проблема сойдет на нет а вот они последствия какими-то вот ассоциативными методами я понимаю что наговорил очень много непонятного но как смог так объяснил в общем всегда в любом любой проблеме ведь вы должны видеть два способа решения этой проблемы и всегда стремитесь к тому чтобы не не брать наиболее удобное решение ассоциативное которое приходит голову сразу а немножко напрячься и постараться увидеть решение структурное решение которое подскажет сама структура этих объектов в которых заключается проблема проблема которые нужно решать то есть зайти вглубь вот этих вот объектов и собственно найти решение исходя из проблемы а не исходя из ассоциаций с в общем то вот с теми моментами которые составляют проблему ну ладно как объяснил так объяснил в общем такие вот дела хорошего дня я иду спать потому что не завтра на работу тем привет давно ничего не рассказывал так вот пришло время ну не так чтобы что-то принципиально новое произошло но думаю что чего-нибудь такое всего понемножку я расскажу и кому интересно будет интересно в общем четыре месяца я уже отработал на своей новой работе можно сказать влился можно сказать достаточно неплохо даже даже меня уже не трогают меня правда перри перенесли наверх там в коморку где меня никто не видит но может быть и к лучшему раньше в проходе там такая проходная комната была и все мимо проходили и смотрели что там делаю кто я такой сейчас как-то как-то так с краюшку там я еще один инженер еще один в общем там вот несколько человек каждый у себя сидит и и здорово вот и что самое главное меня вообще не дергают то есть как бы вот я сижу в своем темпе чем-то занимаюсь могу втыкать где-то в интернете читать на каком-то форуме что-то если я посчитаю что мне это нужно для того чтобы сделать то что мне нужно сделать я буду читать день два три неделю и никто мне ничего не скажет вот то есть как бы такой вот относительный карт-бланш у меня на свое время вот но достаточно чтобы я периодически показывал чего я где я продвинулся что я сделал что есть прогресс что не зря сижу и мне нравится вот такой вот такой вот такая постановка задачи вот в частности сначала у меня была задача разработать вот на этих модулях и sp32 собственно модули подключения к телеграму передачи там по их протоколу всяких данных ответа на данный определенным признакам я должен был отслабливать то что данные обращены ко мне и должен был соответствующим образом на них отвечать и и так далее два месяца у меня заняло вообще втянуться в эту среду и уже начали меня косо смотреть я рассказывал потому что не было прогресса никакого то есть я что-то делал но наглючила работал плохо вот и потом когда я уже начал ковыряться буквально в этих библиотеках внутри к ручками их ковырять и там эти модули в общем несколько сред нет освоил и потом все это вместе собралось и уже конечный проект который уже везде где нужно сам допилил он заработал хорошо то есть гладенько быстро без затыков без глюков все идеально и уже как-то 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 отношение поменялось вот а потом дальше больше уже следующее задание было значит по протоколу собирать данные в пакеты и потом отправить все это большим пакетом в чат этого телеграма большой такой строкой до 250 символов и и больше и она все прекрасно получилось то есть собираются данные отсылаются все шикарно и на последнем этапе нужно было отсылать уже сформировать файл текстовый который был был наполнен этими данными к сожалению готового такого проекта я не нашел в библиотеке где такая функция была в принципе прописана она еще не была допилена до конца то есть это было только в таком предварительном виде то есть там были функции примера для того чтобы переслать картинки а вот для текстового файла не было и мне пришлось научиться как эту библиотеку значит скачать локально на компьютере и подкорректировать локальные подгрузить вот чтобы это все от компилировать в итоге эту функцию добавил как бы со стороны и она заработала сейчас уже файлы пересылаются формируются все классно то есть приходят чат эта система видит распознает все шикарно вот и сейчас уже не дали следующее задание я должен научиться значит строить веб-интерфейс чтобы этот модуль сам создал точку доступа и можно было зайти на нее с компьютера и там можно было прописать всякие данные сохранить потом она переключится в режим уже собственно вот подключиться к другой точке которая существует и уже к интернету выйдет него подцепиться к этому телеграму в общем интересно интересно и мне это очень полезно в частности сейчас я перехожу ко второй части своего монолога собственно я продолжаю заниматься искусственным интеллектом более того я не просто им занимаюсь я испытываю от этого огромное удовольствие так как это придает моей достаточно скудной жизни так сказать какой-то смысл причем не просто какой-то смысл такой высокий быть причастным к собственно к развитию нашего вида какой-то степени ну и это смешно на самом деле это так а вот это это круто то есть не просто как-то жалко какие-то жалкие попытки познакомиться с какой-то мадамой как это раньше было и какие-то разочарования и и когда вся жизнь крутится вокруг вот этих вот каких-то мелких этих вот вещей как заработать не две копейки а три и как кого-то найти и как получше квартиру снять это это настолько убого настолько это все вводит просто в какой-то теряется смысл теряется направление и и жить становится как-то непонятно а когда появляется такая цель и и более того путь к этой цели он становится абсолютно или не так кажется очень таким однозначным и понятным и и этап за этапом я к этой цели иду и испытываю просто просто какой-то я не знаю как это назвать но в общем очень большой кайф от от того что я каждый раз к этой цели еще на маленький шажок приближаюсь в частности что я сделал сейчас я уже рассказывал что на первом этапе собственно у меня был первый этап первый этап первая часть первого этапа была закончена и работала достаточно медленно вот я показывал как это работает в чате сейчас благодаря тому что на работе я изучил лучше собственно вот метод работы с этим модулем я переработал тот способ которым он подключается к телеграмму сейчас отработать намного быстрее сейчас покажу и Продолжение следует...